Я убираю после выстрелов хороших, добрых. Сделали нам с пожеланием добрыми русские. Тяжело уже. Хорошо, что дети уехали. Я живу на третьем этаже и, короче говоря, сидела в кухне перед окном, а потом что-то думаю, пойду на улицу, вот как седьмое чувство, вышла в коридор, одеваться начала и тут как бахнула, ужас какой-то. Я думала, что сердце становится. Окошко прямо аж сюда мне залезло с перепугу. Вот такое. Ну а потом бегом вниз. Оно оказывается и с той стороны дом наш, и с этой стороны. Самое страшное, сосед наш со второго этажа проходил там с собакой возле церкви и теперь в реанимации. Слава Богу, что живой. Такой хороший парень. Что рассказывать? Никогда не думала, что давай идти. Паркировки не видно. А дома воды нет? Мы работаем, да. Постоянно стараемся восстановить, потому что людям нужно смотреть. Нужно смотреть, знать информацию. Вышел я в полдесятого. Думаю, пойду в магазинчик, возьму хлебушка. Ходить не могу, но рыбалять один. Ну, дотопал я, выключился светом в магазине. Взял я хлебушек. Пришел, так сел на скамеечке, это дело подстелил. Начало бахать там, там. А потом, только я проподнялся, здесь как даже пламя такое сильное огня. Быстренько открыли дверь и заскочили мы в подъезд. Вот, здесь засверкало. Потом там на четвертом номере мы сидели, стекла посыпались, сейчас вот выносят. Там дырки большие, очень большой грохот был. Такое, что неверносимо, я еще не чувствовал. Возьмите. 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 А вон воронку. Покажите, показывайте. Вот воронка, вот этой воронки. Вот воронка, и это все. Полетела соном на балкон, соседям разбила все. Вот так вот поразбила. Так. Какой цель не может. А у чай есть там вообще. А чего вы не снимаете? Что вы не хотите? Не знаю. Вряд ли. Спасибо. Продолжение следует...